Добрый вам день! Тема нашего занятия – «Гражданин России». Мы коснемся материала прошлых уроков, и это будет вам полезно. А также вы получите представление о новых оттенках понятия «гражданин». На занятиях по Конституции вы получали весьма серьезные знания, и они нуждаются в закреплении. Итак, Конституция России, раздел 1, глава 1, статья 1. Характеристики российского государства. Это демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Ее субъектами, как федерации, являются республики, края, области, три города федерального значения, автономная область и автономные округа. То есть Россия – федерация, это единое государство, разделенное на субъекты. Каждый субъект имеет долю самостоятельности, подчиняясь федеральному центру. Глава государства – это президент, избираемый гражданами на 6 лет на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет парламент. Название парламента – федеральное собрание. Состоит он из двух палат. Верхняя палата – Совет Федерации, нижняя палата – Государственная Дума. Исполнительную власть осуществляет правительство Российской Федерации. Во главе с новым председателем является Мишустин Михаил Владимирович. Он назначается президентом с согласия Государственной Думы. Судебная власть – это независимая система судебных органов. Она осуществляет правосудие и осуществляется судебная власть исключительно судами. Здесь перед вами на схеме все субъекты власти Государственной ВРФ. Президент России как глава государства. Федеральное собрание из двух палат состоящее как орган законодательной власти. Правительство РФ, которое отвечает за исполнение принятых парламентом законов. И отдельная ветвь – суды Российской Федерации. Независимые суды. Символы государства официально приняты. Влаг, герб, гимн, который свидетельствует о суверенитете независимости государства. Тренируйтесь, описывайте герб, знаете его в лицо, естественно, но опишите. Темно-красный щит, на котором изображен золотой двуглавый орел. На груди орла помещен герб Москвы, тоже он в форме щита. И свидетельствует о том, что Москва – столица. Флаг, состоящий из трех равновеликих полос. Белое благородство или небесный мир, Божий мир. Средняя, синяя – честность, чистота, небесный мир. И нижняя, красная – смелость, великодушие, отвага, мир людей. Гимн России – торжественная песня, славящая кого-либо, ну, в частности, Родину. При исполнении люди встают и так проявляют свое уважение. Конституция Российской Федерации, как основной закон, в который определяет основы нашего государственного устройства, который провозглашает и гарантирует основной закон права и свободы человека и гражданина. Гражданин – это человек, который принадлежит к постоянному населению государства и пользуется его защитой. Он обладает всеми правами и свободами, закрепленными в Конституции. А гражданство, как таковое, это устойчивая связь человека с Федерацией, с Российской Федерацией, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. Ну, вот это ваш первый официальный документ. И паспорт. Паспорт – это документ, удостоверяющий личность гражданина на территории страны. Вы знаете, что его обязаны все граждане иметь, все граждане РФ, которые достигают 14-летнего возраста. Основные права, данные вам, нам, во второй главе Конституции. Право на жизнь, и в скобочках указана статья соответствующая. Право на образование, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность жилища, право на свободу мысли и слова. Это право личное или гражданское, или естественное право. Право на труд. Вы понимаете, что не бывает прав без обязанностей. Это немыслимо. И что относится к обязанностям гражданина. Некоторые из них уважать законы, соблюдать установленные в обществе правила поведения, трудиться честно, защищать свое отечество, быть добросовестным и дисциплинированным, заботиться об охране окружающей среды, о сохранности памятников культуры. Конечно же, вы понимаете, что гражданин – это более широкое понятие, чем то, которое на слайдах было представлено вам выше. Что гражданин – это еще и человек, небезразличный к тому, что происходит в стране. Это человек, который не зацикливается на собственном благополучии. Он неравнодушен к проблемам своего селения или своего города. Он переживает и радуется, когда происходит что-то нехорошее, или когда совершаются какие-то прорывы. Гражданин – это отечество, достойный сын. И домашним заданием вам будет параграф 15, а также в сетевом городе вы найдете тест «Конституция РФ». Он будет прикреплен к уроку за 27 апреля. Выполняйте его, отправляйте мне на WhatsApp и получайте оценки, заработанные и заслуженные оценки. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.